В этом году выборы молодёжного мэра ничуть не уступают тем, что проходят у взрослых политиков. Ни по формату, ни по накалу страстей. Из шести поданных заявок на пост молодёжного мэра четыре прошли отбор. Они и представили свои программы перед избирателями. Дорогие кандидаты, даже если вы не победите, потому что победитель всегда бывает один, мы уже изначально, и сегодня я ещё подтверждаю намерение Комитета по делам молодёжи с любым из вас, не прошедшим на самый, говорится, финал. Мы готовы реализовывать проект, который вы презентуете сегодня в рамках кандидата на пост молодёжного мэра. Что уж говорить, для кандидатов день выборов стал настоящим звёздным часом. Пристальное внимание прессы, поддержка коллег и приятное волнение. Но нашлись и такие, для которых день выборов стал своеобразным жизненным фиаско. Например, вот этот молодой человек с рисованным от руки плакатом. Его до политической гонки не допустили. Он не смог собрать полный пакет документов, зато успел проявить своё художественное мастерство. Рядом карикатур на своих соперников. Рома утверждает, что его поддерживают более полутора тысяч молодых единомышленников, однако своё сегодняшнее одиночество оправдывает форматом проведения пикета. Здесь такой момент, то есть, здесь оно не будет иметь той показательной части, которая необходима. Вот и всё. Ну с чем связано? Наверное, мне кажется, было бы логичнее, да, вывести и сказать, что вот за мной столько людей, да, а за вами, да, столько нету, что я отецник, да, молодёжным лидером. Это же основное условие. А здесь другой момент. Требуется пересмотр положения, а не требуется продвижение какой-либо кандидатуры. То есть ты не хочешь, ты себя не видишь молодёжным мэром. Тебе это интересно. Так что вышел из этого возраста. Единомышленники у Романа действительно есть. Чуть позже подошёл вот этот молодой человек с плакатом в руках. Ребята, несмотря на своё явное меньшинство, демонстрировали агрессивный настрой. Да, я бунтарь по жизни. Когда что-то происходит в городе, какая-то несправедливость. Я один из первых организовываю общественные мероприятия для того, чтобы эту несправедливость ликвидировать. Помимо общественных мероприятий, я организую запросы в прокуратуру, в МВД. Тем временем в зале мэрии приступают к самой процедуре голосования. Бюллетени спускаются в урну и члены комиссии удаляются для подсчёта голосов. Весь процесс транслируется в прямом эфире на сайте мэрии. От каждого кандидата присутствует по одному наблюдателю. Вот он самый волнительный момент. Комиссия оглашает итоги выборов. Со значительным отрывом молодёжным мэром стала студентка Екатерина Ерёмина. Мне очень приятно, что такая поддержка есть. Такая команда, она есть и она будет. Виктор, как на цели. Спасибо вам большое. Выдыхает с облегчением и экс-молодёжный мэр Виктор Кокуш. Ведь быть лидером молодёжи – непростая задача. За два года правления Виктору удалось реализовать массу проектов. А незаконченные дела, надеется, удастся завершить уже в новой команде с новой главой. А нет такого, что придёт молодёжный мэр и скажет, вот у меня есть компашка, 10 человек, и мы с ними будем всё решать в этом городе. Нет. Молодёжного мэра в Новосибирске выбирают с 2001 года. За это время этот пост сменили несколько человек. Сегодня они практически полным составом пришли в большой зал мэрии, чтобы сказать напутственные слова. Тем временем, пока новоизбранный лидер новосибирской молодёжи принимает поздравления с победой, у центрального входа в мэрию так называемые «единомышленники» Быкова раздают прохожим агитационные листовки. Обратите внимание на этого человека. Он наблюдает за действиями пикетчиков и записывает что-то в блокнот. Это Дмитрий. Он обычный студент и патриот своей Родины. Почему вызван? Интересно такое. Ну, просто интересно вообще, что будет за пикет. Это суть возмущений, если таковое имеется. Дмитрий пристально следит за всем, что творится в мире с молодёжью. И делает неутешительные выводы. Молодые люди совсем разучились договариваться. Протестные настроения последнего времени всего лишь дань моде. И очень жаль, что они создают определённую нервозность в обществе и мешают жить. Честно говоря, мне кажется, что форма всевозможных общественных протестов по сути своей чужда России. И в том случае, когда и случались какие-либо народные массовые гуляния, которые в конечном счёте приводили к тому, что власть была вынуждена считаться с народным мнением его визъявлении. Как правило, это были путчи, кровавые бунты, которые приводили к известным последствиям, местами достаточно плачевным. Поэтому мне кажется, что сегодня подобные массовые акции, не многочисленные, они являются своеобразным, так сказать, реверансом в сторону вот этой вот протестной моды. Действительно, в последнее время в России, да и во всём мире, бунты, пикеты и митинги стали очень популярны среди молодёжи. Бастовала и британская молодёжь, и события на Болотной привлекли много московских студентов. К счастью, в Новосибирске не все поддерживают революционные настроения, и по-прежнему считают, что только конструктивным делом можно исправить ситуацию. Я вообще против выхода на улицу. Недавно была такая ситуация, когда вырубали лес, там, Симкинский, потом ещё какой-то, с Алтаем мне звонили, как представитель общественной организации экологической. И мне написал один парень, что, говорит, пошли на окупай НСК. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, лес вырубают, ты же против этого. Я говорю, против. И что он говорит, мы это изменим? Я говорю, это не изменим. Вот у нас 27 мая посадка леса, вот это я изменю. Я выйду, посажу лес. Вырубают, я сажу, вырубают, я сажу, я изменяю. А тем, что я там ночую неделю у оперного, выхожу с плакатом, этим я не изменяю ситуацию. Кстати, Сергей Конев – второй недопущенный до выборов кандидат. Документы Сергея не приняли из-за отсутствия постоянной регистрации в Новосибирске. Однако парень не унывает и в рукопашную не идёт. Его экологическое движение практически ежедневно дарит нашему мегаполису новые саженцы деревьев и клумбы цветов.